Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я написала статью, как солить огурцы. И у моих подписчиков появилось очень много вопросов. Как это сделать? У нас вопросы по соли, вопросы по чесноку. И вообще у нас очень много вопросов. Поэтому я решила снять видео, чтобы наглядно показать, как это делается. Как я уже говорила, я люблю двухлитровые банки. Но так как огурцов у нас очень много, я приготовила еще трехлитровую баночку. Я их предварительно помыла. Что мы делаем изначально? Изначально мы моем банку и кипяточком ее ошпариваем. Без инфицированных. Дальше. Ай, горячая. Дальше мы собираем все 10 ингредиентов. Я уже говорила, что сельдерей у меня не растет, поэтому у нас будет сегодня 9 ингредиентов. Значит, первое, что мы делаем, это лист хрена. Можно его обломать, можно его оставить как есть. Я не очень люблю пыть. Вот таким образом мы засовываем наш листочек. Дальше. Дальше у нас идет листочки вишни. Вот, листочки вишни. Дальше мы берем листочки черной смородины, не красной. Я об этом уже говорила и писала. Как ухаживать за черной и красной смородиной у меня тоже есть видео, можно посмотреть на моем канале. Дальше. Так. Листочки дуба. Вообще один листик подписчика, вот, специально для подписчика Дмитрия решила положить с веточкой дуба. Он сказал, что только с веточкой дуба. Я читаю все комментарии, слушаю, соответственно, решила сделать, как говорит. Дальше, как говорит Дмитрий, мужчин надо слушать все-таки иногда. Так, веточка укропа с семенами. Я уже все подготовила, собрала утром. Укладываем веточку укропа. Дальше чеснок. Чеснок, вот, как вы видите, я его выкопала. Вот у нас уже такой чеснок вырос. Как ухаживать за чесноком, тоже есть видео. Вот, посмотрите, какой уже, сегодня какой у нас, июль, да, середина июля. Вот у нас такой чесночок вырос. Ничего особо с ним не делаем, просто ухаживаем за ним, как положено. Так, по поводу чеснока. Кстати, тоже есть видео на моем канале, как ухаживать за чесноком. По поводу чеснока. Некоторые, я взяла две головки, потому что, видите, он очень крупный достаточно. Некоторые хозяйки кладут чеснок полностью. Тоже я видела в комментариях, как совет. Я все-таки крупный чеснок разложу на дольки, а более мелкий оставлю полностью, вот так вот. Кожу-то снимаем. Молодой, свеженький чесночок. Кстати, соленый чеснок очень тоже вкусный. Мы его, естественно, никогда не выбрасываем, мы тоже всегда употребляем в пищу. Так, укладываем чесночок красивенько. Ну и начинаем с огурцов. Я беру обычно... А, еще не сказала, самую главную вещь. Чтобы огурцы взяли в себя меньше влаги, их надо обязательно замочить в холодной, желательно родниковой воде. Вот я, собственно, это сделала. Как укладываем? Берем каждый огурчик в баночку ручками. Очень-очень плотненько. Крупненькие. Ну, можем... Это еще не крупненькие, конечно, но тоже можем положить. Кто-то любит покрупнее, кто-то любит помельче. Так, какие-то все крупные у нас огурцы. Мы их оставим для трехлитровой баночки. Так. Так. Очень плотненько укладываем. Я не люблю, чтобы огурцы как бы болтались. В банке я люблю, когда очень плотно уложено. И хоть банка у нас двухлитровая, огурцов там как в трехлитровой. Что экономит-то огурцы? Не знаешь, куда девать уже эти огурцы. Так, вот видите, как плотно получается. Плотно, плотно, плотно. Ой, Господи. Запихнуть надо. Да, и некоторые обламываются, обрезают попки там огурцов и еще какие-то. Я ничего не делаю. Никогда ничего не обрезала. Прекрасно все засаливается. Целостность огурца не нарушается. Соответственно, очень удачно. Так, ну, видите, да, как это все я делаю? С каким трудом я запихиваю эти огурцы? Так, ой, Господи, одни крупные остались. Вот еще нашла один маленький. Так, ну, вот, видите, огурцы не болтаются. Не болтаются. И не вываливаются. Пойду в огород еще попозже сюда засуну еще один маленький огурчик. Тут у меня крупный. Дальше. Поехали. Значит, у нас был вопрос по соли. Вот я купила соль. Она, видите, специально для консервирования засолки крупного помола. Об этом я говорила в статье. Так, и по соли в граммах. Вот у нас соль. Вот у нас мерный стакан 100-граммовый. Вот у нас мерная стопка 100-граммовая. Берем ложку. Как я уже говорила, на 2-х литровую банку нужно от 70 до 100 грамм соли. Мы проверяем по ложкам, сколько у нас влезет столовых ложек в стопку 100-граммовую. Ну, 100 грамм много на такую баночку? Будем ее не целую. Раз. Два. Три. Три, видите, не 100 грамм. Ну, ложки бывают тоже разные. Четыре. Пять. Как мы видим, 5 столовых ложек с небольшой гор. Это 100 грамм. Ну, на эту баночку мы не будем 100 грамм. Все-таки возьмем 4 ложки соли. Чуть-чуть. 70-80, я бы сказала, да? Засыпаем наши огурчики. Никакого перца. Никакого ничего. Никакого уксуса. Засыпаем наши огурчики. И вот мы съездили на родник, за родниковой водой. Набираем такие канистры. И заливаем наши огурчики родниковой водой. Канистра пятилитровая. Сейчас посмотрим, сколько примерно входит воды в двухлитровую банку. Наливаем доверху, доверху. Вот так. Ну, смотрите. Пятилитровая канистра. Ну, сколько тут у нас? Раз, два, три. Ну, два-полтора литра. Где-то воды родниковой на банку. Двухлитровую уходит. Как так странно. Думаю, точно литр есть. Собственно, вот эту баночку мы сейчас оставляем на сутки, на два. Появляется такая пенка. Как закатать огурчики, я вам покажу в следующем видео. Спасибо большое. До свидания. Хорошего дня.